Встреча с жителями городского и сельских поселений для главы Славянского района Романа Сенеговского – это один из лучших способов не только для информирования о делах и заботах, которыми живет наш муниципалитет, но и для хорошей обратной связи со славянцами. Не так давно завершились открытые сессии советов поселений Славянского района, где рассказывали о своей работе представители поселений и муниципалитета. Встречи со славянцами для Романа Сенеговского – возможность держать руку на пульсе жизни, получая свежую информацию от жителей. Общаясь с людьми, мы корректируем свои планы, подчеркнул глава Славянского района. По примеру вашей школы мы построили спортивную площадку именно на этой территории, потому что она под надзором находится, за закрытой территорией и есть возможность, как говорится, охранять, убирать, присматривать и в то же время есть возможность у нашей молодежи, у наших детей заниматься спортом. Хотел бы сказать спасибо руководству Кубани. Также вот сейчас в фильме увидел, вспомнил, что благодаря их поддержке был выполнен ремонт мемориала «Братская могила», которая в центре находится. Для того, чтобы улучшать благоустройство, нужна хорошая экономика. И по ее развитию муниципалитет – один из лидеров в Краснодарском крае. Это говорит о многом и позволяет решать важные социальные вопросы. Когда губернатор был в январе месяце с рабочим визитом в Славянском районе, мы с ним проговорили два, я считаю, серьезных вопроса. Это строительство нового детского сада на 320 мест. Помогает нам сегодня край. В этом году 100 миллионов рублей мы скоро будем проводить аукционы и будем начинать строить детский сад на 320 мест возле новой школы в нашем северном парке. В нынешнем году планируется реконструкция набережной. Уже изготовлен ее проект. И эти работы должны начаться в ближайшем будущем. Муниципалитет в минувшем году сделал большой шаг вперед в своем социально-экономическом развитии. И это развитие будет продолжаться. Затем были заданы вопросы, касающиеся прежде всего благоустройства сельского поселения. В частности, речь шла о ремонте дороги по улице Советской и парке. Мы отгредируем, будем засыпать. В прошлом году, вы помните, мы также асфальтную крошку туда сыпали. В прошлом году мы совместно с Юрием Павловичем проводили субботники в парке Юрий Павлович, правильно, и сотрудники администрации там также субботник проводили. Был задан вопрос и об организации летнего отдыха для детей. На него ответил заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. В этом году летняя компания будет работать в штатном режиме. Для того, чтобы ваш ребенок мог спокойно поехать в какой-то лагерь, вы должны оставить на официальном сайте заявку через Управление социальной защиты или через Управление по родственной среде детства. Ну, останетесь, мы вам расскажем, если как бы это информация... Вообще расскажем, интересно. Да. И этот ребенок попадает в общий реестр. Когда выделяются путевки из этого реестра, заявившихся их просто в список ставят, и эти дети отправляются по тем или иным путевкам. При этом мы будем... В этом году также у нас будет работать лагерь, наш муниципальный лагерь райвестик. Глава Славянского района подчеркнул, что сельская детвора должна пользоваться всеми имеющимися возможностями для своего досуга и развития. Чтобы на хуторах дети не чувствовали себя ущемленными. Поэтому наша задача и клубы привести в соответствие, и какие-то спортивные зоны, и какие-то, может быть, снаряды там поставить, еще что-то. При школах мы стараемся, еще раз говорю, организовать, чтобы был спорт. Сегодня Владимир Алексеевич инициативу проявил, там летний киротеатр организовывают в центре строя. Роман Синеговский побывал в детском саду номер 39 хутора Барониковского, где готова к приему малышей новая групповая ячейка на 20 мест. Здесь сделан капитальный ремонт, приобретены новые мебели и игрушки. Глава Славянского района обсудил с заведующей детским садом дальнейшие планы по ремонту и благоустройству территории. Планируется начать строительство еще одной веранды для игровых занятий на улице и обновить асфальт вокруг здания. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.